Так, вставлю на запись. Представлюсь, кто меня еще не знает, меня зовут Осипова Татьяна. В прошлом по образованию экономист, даже можно сказать не в прошлом, а вообще по образованию. Ранее я работала экономистом, но уже два года сотрудничаю с компанией Reflame. Сегодня я вам расскажу, какие есть в компании виды доходов. Чтобы вы могли апеллировать этой информацией, чтобы, во-первых, сами выбрали, если вы еще не знаете, как здесь можно зарабатывать и на чем, и какие деньги. Чтобы вы сами выбрали тот вид дохода, который вас больше всего устраивает. И чтобы могли рассказывать людям обо всех доходах. Не только о скидках, либо дисконте, либо продаже по каталогам, но и о том, какие здесь есть деньги. Итак, погнали. Для начала приведу вам такие вот статистические данные, даже не статистические, а конкретно факты. Оборот компании за прошлый год только по России составил порядка 17 миллиардов рублей. Это к вопросу о том, откуда тогда у компании деньги на выплату из таких доходов. Вот вам, пожалуйста. Только в России компания Арифлейм занимает третье место по онлайн-продажам после РЖД и Аэрофлота. Третье место в России. То есть тут уже, в принципе, вопрос не стоит, да, есть у компании деньги или нет, чтобы нам платить. И дальше я вам покажу, да, что это не просто такие цифры, а все математически рассчитывается и, в принципе, можете подсчитать, может себе позволить компания выплачивать такие суммы или нет. К слову говоря, за прошлый год товарооборот компании вообще, в принципе, по миру составил порядка полутора миллиардов евро. Да, полутора миллиардов евро. Это вообще полностью за весь год. И около 17 миллиардов по России. Итак, первый вид дохода, ну, его все знают, да. Да, это экономия. 2% плюс подарки. Почему это вывели в отдельный, да, вид дохода? Потому что на самом деле, ребята, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Допустим, вы нашли квартиру, ну, там, за 2,5 миллиона, да. И в ходе, так скажем, торгов вы 300 тысяч скинули. То есть она уже стоит не 2, не 2,500, не 2,500, да, а 2 миллиона 200 тысяч. Ребят, скажите, 300 тысяч – это, так скажем, хорошая экономия? Это хорошо вообще или плохо? Можно сказать, что вы в ходе переговоров заработали себе еще 300 тысяч? Да? То есть, в принципе, это довольно-таки хорошая сумма. Конечно, если брать, если брать конкретно нашу ситуацию, да, то мыльно-рыльные, да, средства, витамины, парфюмерия, косметика, уходовая косметика, декоративная, то здесь тоже можно, оказывается, колоссальная экономика. Наверное, кто в курсе, да, кто пользуется скидками в каталогах, кто как консультант зарегистрированный, да, вы ощущаете разницу, сколько бы вы денег отдали, пойдя в обычный магазин и приобретя вот весь ассортимент, да, то, что вы для себя купили сейчас, и сколько вы заплатили здесь. Правда, просто радуешься, так хочется в ладоши хлопать. Вот столько я сегодня сэкономила. Я люблю так ходить по магазинам. Подарки, да, подарки – это тоже можно вывести вид дохода, потому что вот у нас очень часто проходят акции лояльности, да, рекрутинговые компании, когда компания дает за, там, например, за заказ дополнительно какие-то баллы либо за приглашение новых партнеров баллы, которые вы можете обменять на технику, аксессуары, да, про акции лояльности, когда, например, сумки, какие-то шарфы, да, даются практически за копейки предлагаются, либо техника за один рубль, вот буквально в прошлом каталоге завершилась акция, рекрутинговая компания, да, как она называет, скажите, ну, где можно было халат, тапочки, фен, аппарат для ухода за кожей лица, плюс там даже можно было получить большой телевизор, да, вот, то есть это тоже дополнительный доход, стартовая программа, выгода по которой может составить порядка 12 300 рублей, да, настроение в деталях, точно, когда вы получаете просто за свои заказы, вы получаете дополнительно классные крутые наборы, и экономия в этом случае составляет, ну, не экономия, да, выгода 12 тысяч, почти 300 рублей. Подписка в Wellness, когда каждый четвертый шаг вы приобретаете бесплатно, причем первые три шага вы покупаете по обычной цене, по которой он для остальных, даже если вы не оформите подписку. Классная штука подписка в Wellness Life Plus, когда четвертый шаг, и тебе начисляется 100 либо 150 бонусных баллов в зависимости от того, какую именно подписку вы выбираете. А далее уже по этой подписке, начиная с пятого шага, скидка идет 30%, но при этом баллы бонуса сохраняются. Конечно, то есть это вообще крутая штука, да, подписка, это колоссальная экономия, и, соответственно, ваш доход. Погнали дальше. Следующий вид дохода – это кэшбэк от 3 до 22% с личных заказов в соответствии с маркетинг-планом. То есть смотрите, ребята, до уровня директор, да, вот у нас есть такие ступеньки, консультант 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 22%. Вот я таблицу привела. Соответственно, процентный уровень зависит от группового товарооборота. Здесь, кто еще не смотрел маркетинг-план, обязательно смотрите, чтобы вам было более понятно, да. То есть групповой товарооборот – это покупки всех людей в вашей организации. То есть всех людей, которые находятся под вами, если смотреть информационный листок. И вот сколько они, какие заказы, на сколько бонусных баллов они сделали, все это суммируется, и получается групповой товарооборот. И вот в зависимости от того, сколько баллов бонуса у вас по организации, такой процентный уровень у вас и есть. Соответственно, столько процентов со своего личного заказа вы получите. То есть вам начислиться в виде объемности, в виде кэшбэка, да, в виде объемной скидки. То есть которой вы в дальнейшем можете пользоваться при оплате последующих своих заказов. То есть, например, в среднем, да, 150 баллов – это примерно, ну, грубо говоря, 6 тысяч рублей объем продаж. Вот получается, если вы находитесь на 3%, то вы примерно получаете кэшбэк 150 рублей. Где-то так. Если вы находитесь на 6%, то, соответственно, тоже там можете высчитать, сколько он там, примерно 180, наверное, рублей и так далее. То есть мелочь, но приятно. Это на пути роста, да. То есть такой кэшбэк. Когда мы ходим в магазин, мы и того не получаем, да. То есть вот это тоже отдельный вид дохода. Тут еще раз говорю, кто не смотрел маркетинг-план, обязательно посмотрите, чтобы вы понимали, что это за процентные уровни, там, сколько групповых бонусных баллов должно быть и так далее. Третий вид дохода – премьер-клуб. Есть у нас такая классная штука, как премьер-клуб. В него попадаешь уже со 100 баллов бонусных, если личный заказ, то бонусных баллов. Но в этом случае не начисляется вот этот вот доход, да. Кэшбэк не возвращается по премьер-клубу, а возвращается он, когда вы делаете заказ от 150 баллов и выше, да, включая 150. То есть вам уже возвращается 10% от стоимости вашего заказа, внимание, по ценам каталога. Если в предыдущем, если здесь, да, учитывается, берется процентный уровень, кэшбэк начисляется на объем продаж, то есть стоимость вашего заказа по дистрибьюторским ценам с учетом скидки еще высчитывается от этой суммы НДС 18%. И вот получается сумма, с которой нам начисляется этот кэшбэк. То есть здесь в премьер-клубе вам возвращается от суммы вашего заказа по ценам каталога. То есть примерно 150 бонусных баллов, скидка по премьер-клубу порядка от 600 до 800 рублей. Так, девочки, не слышали? Ага. Вот, то есть тоже, в принципе, существенная такая скидочка, да, такой кэшбэк, который вы также можете использовать при оплате своих последующих заказов. И еще какая плюшка, да, какой бонус премьер-клуба. Если вы находитесь два каталога подряд в премьер-клубе, то есть делаете два каталога подряд от 150 баллов и выше, то у вас появляется скидка 50% на любой единичный продукт. Это, ну, не считаются там, например, комплексные наборы и так далее, да. То есть один любой продукт идет вам с 50% скидкой. Вот, то есть это тоже классная штука, да. И, кстати, вот, ребят, хотела еще вернуть, наверное, вот к этому. Забыла сказать. Сейчас только вспомнила. Вот экономия и подарки. Ребят, смотрите, не во всех странах, где развивается Арифлейм, есть вот этот вид дохода. Китай, например, они сами попросили руководства компании, чтобы для зарегистрированных консультантов и незарегистрированных цена была одинаковая. Более того, они попросили убрать из каталогов все скидочные цены. То есть у них в каталогах нет вот этих красных цен. Если здесь у нас 20% берется даже от красных цен, то, например, в Китае этого нет. У них в каталогах только черные цены, и они одинаковы для всех. Для зарегистрированных и незарегистрированных. Так что у нас даже такой вот бонус, да? Но при этом они развиваются шустро, быстро. У них есть президенты в этой стране. И с каждым годом у них все больше и больше новых партнеров, топовых лидеров. Поэтому у нас в нашей стране на один вид дохода, можно сказать, больше, чем, например, в Китае. Вот, премьер-клуб. Дальше. Четвертый вид дохода – продажи или немедленная прибыль. Здесь идет речь вот именно о продаже по каталогам. Наверное, это, можно сказать, что большинство людей знают только этот вид дохода. И они заявляют, я знаю, там денег нет. Я уже пробовал, ничего там заработать невозможно. И то, ребят, смотрите, сейчас покажу, да, что тут, в принципе, можно тоже на этом заработать. Правда, это небольшие деньги, но если срочно надо, да, то можно. Значит, смотрите, 20% начисляется нам, ну, получаем мы, например, мы продаем, показываем каталог, выбрали заказ, да, выбрали какой-то товар, там, вот, цена 100 рублей, вот. Мы заказываем, берем, покупаем, да, через свой личный кабинет этот продукт за 80 рублей, то есть 20 рублей – это как раз-таки вот эта вот 20-процентная скидка базовая, которая идет. Плюс, если мы организовываем большой товарооборот, да, личный, например, больше 150 баллов, то мы дополнительно еще получаем кэшбэк 10% по премьер-клубу. И в зависимости от того, вот так как мы делаем 150 и больше, то нам начисляется еще кэшбэк от 3 до 22% с личного заказа, то есть в соответствии с маркетинг-планом. То есть получается, что максимальный кэшбэк, это без учета подарков, всяких там акций, достигает 52%. Например, да, 22% – это уже на уровне старшего менеджера, это примерно товарооборот 250-270 тысяч рублей. Вот если такой товарооборот по организации, то ваш уровень 22%, старший менеджер, директор, да. И вот смотрите, к примеру, продали вы на 300 тысяч рублей в каталог, вы заработали лично 156 тысяч рублей, то есть 52%. Потому что 300 тысяч рублей – это уже уровень старшего менеджера, это уже 22% вам идет кэшбэк с личных заказов, да, и с организацией. Плюс премьер-клуб, плюс 20% базовая скидка. Соответственно, продали вы на 600 тысяч рублей, заработали 312 тысяч. То есть, в принципе, ну, этот, наверное, вид дохода больше подходит для тех людей, которым нужны деньги здесь и сейчас, прям сразу, да, которые любят продавать, которые успешно это делают, им это нравится, да. То есть вот это тоже можно таким видом дохода здесь воспользоваться. Вот, конечно, 300-600 тысяч – это большие суммы, да, но вот давайте рассмотрим вот на таком примере. Если ваше ЛТО 150 баллов – это, ну, 6300 рублей, это именно вот как бы идет сумма, да, такая, то в этом случае доход какой составит, да, если продавать, если продавать, я говорю сейчас, да, составит примерно 2000 рублей в каталог. Ну, или в районе 3000 в месяц в перерасчете, да, все, да, на запись я поставила, Оль, получается, все знают, да, как перевести сумму из каталога в месяц, сколько это будет. Потому что обычно у нас все привыкли, да, сколько ты зарабатываешь в месяц. То есть, грубо говоря, делим на 21 день и умножаем на 32. В принципе, 31 день, смотря сколько дней в каталоге, да, ну, в среднем 30. Вот, пожалуйста, получается сумма. Или, к примеру, вы организовали лично заказами ЛТО на 900 бонусных баллов, примерно на 38 тысяч рублей насыграли вы заказы. Знаю, есть такие люди, которые и на 1800 баллов делают за каталог заказы, собирают, да, там, либо корпоративные какие-то заявки, либо просто человек любит, да, общаться и любит рассказывать про продукт. И вот, смотрите, в этом случае доход именно от продаж по каталогу составит 14 200 рублей в каталог, либо 20 285 рублей в месяц. То есть, неплохо, в принципе, согласитесь? То есть, это вот если человек любит зарабатывать, он не хочет строить никакие структуры, он не хочет никакие там организации выстраивать, чему-то там обучать. Вот он любит, у него это здорово получается, либо он там живет в каком-то небольшом населенном пункте, где все его знают, и все отовариваются у него. Отличный вариант? Отличный, почему бы нет? И вот смотрите, ребят, вот первые четыре вида дохода, они, так скажем, подходят тем, кто пришел сюда на потребление, да, на продукт, кто не хочет здесь развиваться в плане бизнеса, так скажем, ну, вот такие вот легкие деньги, экономия, выгода и так далее. Рай, ну, почему побегать надо? В принципе, я говорю, если человек любит общаться, его все знают, все знают, что он, у него продукция Reflame классного качества, и представляешь, там вся деревня, например, бежит и к нему у него самого отоваривается. Да, естественно, ему нет смысла там кого-то регистрировать, какие-то организации строить, зачем? Они вот пришли, у него купили, а он еще и на этом заработал. Почему? Есть такие люди, но кому-то это нравится, Рай. Вот, то есть это больше, так скажем, потребители, партнеры, которые хотят так немножко подзаработать. А вот дальше уже следующий вид дохода, он, ну, вот остальные виды дохода, они уже больше ориентированы на бизнес партнеров, на людей, которые хотят здесь развиваться в плане бизнеса, которые хотят получать в дальнейшем пассивный доход, да, это тоже один из видов дохода. И вот пятый – это доход с группового товара оборота от 22 до 4%. То есть смотрите, да, ребят, привела вот такой вот пример. Например, вы, да, у вас 7 структур, 7 организаций. Первая структура – 2500 бонусных баллов групповых, соответственно, по маркетинг-плану это 12%. Вторая структура – там 1000 баллов 9%, третья структура – 500 баллов, это 6%. В четвертой структуре – 5500 бонусных баллов, это 18%. В пятой структуре – 100 баллов, там человек пришел, там, да, например, стартовую программу пройти, ну, соответственно, 0 баллов. Шестая – 250 бонусных баллов 3%, и седьмая структура – 8000 бонусных баллов групповых 22%. Соответственно, вы, ваш групповой товарооборот будет складываться из групповых товарооборотов вот этих вот людей, да, вот этих вот структур. Соответственно, вы тоже 22% уровень у вас. И вот смотрите, здесь идет такое понятие, как межпроцентная разница. То есть, с товарооборота первой структуры вы будете получать 22 минус 12 – 10%. Со второй структуры вы будете получать, соответственно, 22 минус 9 – 13%. С третьей – 16%, с четвертой – 4%, с пятой – 22%, так как 22 минус 0, да, 22. И с шестой – 19%, а вот седьмой, получается, 22 минус 22 сколько? 0, что ли, процентов? Это мы еще с вами разберем, да? Ну, вот давайте я сейчас поясню подробнее, да, по этим структурам. Вот смотрите, например, уходитесь вы, у вас 7 веточек, 7 организаций, 7 структур. Каждая из них находится на определенном процентном уровне, на тот, на который они вышли вместе со своей командой. А вообще полностью на всю организацию дается 22%, да? То есть вот смотрите, вот первая у вас структура 12%, максимально 22. То есть компания выплачивает 22%, она дает на эту структуру. 12% уходит этому человеку, да, потому что он же работал, он создал такой товарооборот, он обучал своих партнеров. А остаток от 22% уходит вам, так как вы пригласили этого человека, вы привели его в организацию, вы его научили, да? И он, да, вам тоже компания готова за это платить, потому что не было бы вас, соответственно, не было бы этого человека. Соответственно, другая, вторая структура 9%, 9% уходит этому человеку, на эту организацию, да? Остаток идет вам, потому что, опять-таки, если бы не вы, не было бы этого человека. Возможно, вы, естественно, да, и обучаете этих партнеров, вы учите, даете этим людям информацию, вы с ними работаете. Возможно, работаете с партнерами этих людей, да, там, обзвоны проводите, собеседование и так далее. То есть вы тоже выполняете работу, и каждая работа, она должна оплачиваться. Соответственно, 22%, что заработал этот партнер, уходит ему, все, что свыше, уходит вам, да? Опять-таки, третья структура, 6%, только еще, можно сказать, новичок на первых, первых ступеньках, да? Но он тоже получает свой доход в зависимости от того, какую работу он проделал, да, в соответствии с маркетинг-планом. Остальное, остальной доход идет вам, потому что, как правило, на первых этапах мы сутками на связи с этими партнерами, мы их обучаем, азам, проводим собеседование, отрабатываем, учим отработки возражений и так далее, и так далее, да? То есть все знают, у кого есть новички, что первое время, первые две, наверное, недели – это полностью день и ночь на связи. То есть, соответственно, большую часть работы готовы оплачивать вам компанию. Ну и дальше, да, получается, 18%, тут уже практически большую часть работы проводит сам этот менеджер, да? Он, соответственно, и получает, да, доход в зависимости от своей работы, но то, что он недостает до 22 вам, потому что вы же привели этого человека, вы его в свое время обучили, да? Вам тоже причитается. И так с каждым человеком, с каждой структурой. Понятно, почему, откуда вот это вот берется в межпроцентная разница? Как начисляется этот доход? Вот этот вид дохода. Всем понятно? То есть, если ваши структуры, да, растут, соответственно, и вот… Так, ага. И причем, ребят, смотрите, что проще получить? 22% с пятой структуры, да, со 100 баллов, или же 4% с четвертой структуры, с 5500 бонусных баллов. Что лучше? Чтобы вы лучше получили, какой? Доход от пятой структуры или доход от четвертой структуры? Тут 22%, а тут 4% всего. Конечно. Потому что 4% от 5500 бонусных баллов. Это, можете посчитать, да, 1 балл бонуса, это примерно 40 рублей, да. То есть, можно посчитать, какой товарооборот у четвертой структуры, какой товарооборот по 100 баллов у пятой структуры. То есть, все, я думаю, с этим видом дохода стало понятно. Но опять-таки, да, вот получается, тут-то есть межпроцентная разница, а по седьмой-то структуре 22 минус 22 ноль. То есть, получается, эта структура директорская, я с нее ничего получать не буду. А вот тут уже следующий вид дохода, который называется остаточный, резидуальный, либо директорский бонус. Компания говорит, что за каждого директора, выращенного вами, обученного, это же тоже колоссальная работа, согласитесь, да, вы получаете 5% с каждого директора. То есть, вот по седьмой структуре 22 минус 22 получается 5%. Например, да, 8 тысяч бонусных баллов умножаем на 5%, это примерно получается 13 тысяч рублей. То есть, вот со структуры с групповым товарооборотом 8 тысяч баллов вы получите примерно 13 тысяч рублей. Если эта структура, ну она же дальше растет, да, со временем, развивается, появляются новые партнеры, прорастает в глубину, и вот уже товарооборот этой структуры седьмой стал не 8 тысяч, а 20 тысяч бонусных баллов. Вы опять-таки получаете 5% с этой структуры. И того это уже не 13, а 32 тысячи рублей. Структура продолжает расти дальше, приходят новые партнеры, они приходят зарабатывать свои деньги и так далее, и так далее, да, и вот уже это не 20 тысяч баллов, а 50 тысяч баллов. Ваш доход с этой структуры составит 80 тысяч рублей. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, вначале эта структура стала директорская, когда вот только вышла небольшая сумма, а дальше-то организация растет, структура растет, а процента 5, как был, так и есть, соответственно, доход ваш растет по мере роста развития этой структуры. Ребят, теперь вопрос. Вам выгодно продолжать работать с этой структурой, чтобы там были новые партнеры, туда приходили, чтобы она развивалась, чтобы она развивалась, конечно, конечно, правильно, потому что вы от этого деньги получаете. И получается, что за каждого директора вы будете получать 5% с его товарооборота. Вы же проделали работу колоссальную. И, соответственно, ваш доход будет зависеть от количества директорских структур. Дальше, да, какие здесь еще есть бонусы. Вот 5% он называется директорский бонус, потому что 5% вам начисляется с директоров первого уровня. Что такое директор первого уровня? Это не директор, который вот прям-прям под вами, да, человек зарегистрировался. Нет, это первый директор вашей организации. То есть, возможно, он будет 30-й по счету, возможно, он будет 20-й, возможно, 150-й, но первый директор. Что значит директор, да? Это товарооборот 7500 баллов и отрыв 3000 бонусных баллов. То есть от 3000 бонусных баллов. То есть вот это вот, с такого директора вы будете получать 5%. Далее, с директоров второго уровня, то есть вот у вас директор, под вами, под этим директором там где-то еще второй, да, внизу второе поколение директор, это уже получается золотой бонус. Он составляет 2%. С директоров третьего уровня идет 0,5%. Это сапфировый бонус. Далее, с директоров четвертого уровня 0,25% это бриллиантовый бонус. Дважды бриллиантовый бонус это 0,125% и 0,625% идет с директоров шестого уровня и ниже. То есть это уже исполнительный бонус. Причем, ребят, смотрите, здесь важно понимать, что эти бонусы открываются по мере роста как в ширину, так и в глубину. То есть для того, чтобы получить директорский бонус, да, вы должны быть сами директорами, и у вас в организации должны быть под вами тоже директора. Вот с таких директоров вы будете получать 5%. Чтобы получить золотой бонус, вы сами должны быть золотым директором. То есть у вас должно быть 2 организации, 2 директора. Соответственно, чтобы получить сапфировый бонус, вы должны быть сапфировым директором. У вас должно быть 4 структуры. То есть здесь идет вот так вот в ширину и в глубину. Это важно. Кстати, всем менеджерам 9% новым приходит такая книжечка «План успеха». Вот там все это подробно расписано, описано. Обязательно ее изучить. Кто хочет раньше, да, или кому еще она не пришла, или где-то потеряли, можно ее заказать. Тоже в личном кабинете. То есть это нужно тоже этот момент уточнять. И вот смотрите, ребят, кажется, 0,625 – это там, наверное, так глубоко-глубоко где-то, да? Но на самом деле представьте, там сколько может быть этих людей. Вы их можете даже не знать. И, скорее всего, вы их даже знать не будете. Какие там директора у вас пришли, это представляете? Шестое поколение – это там может быть, не знаю, тысячный человек. Но вы когда-то проделали работу, вы пригласили людей, обучали их, от которых в дальнейшем пришли эти люди. Вы получаете этот бонус. И, кстати, вот это уже пассивный доход. Резидуальный, остаточный. То есть вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, работаете, не работаете, вам этот процент идет, начисляется. Вы можете уехать отдохнуть, а процент вам начислится. Следующий вид дохода – это премии за наставничество. То есть когда у вас групповой товарооборот составляет 7500 бонусных баллов, вы 8 каталогов этот товарооборот удерживаете при наличии отрыва, естественно, да, то вы становитесь званием, вы закрываете звание директора, получаете единовременную премию 1000 рублей. Когда у вас две такие структуры, две организации под вами, да, с товарооборотом 7500 бонусных баллов в каждой, то вы золотой директор и получаете премию 2000 долларов. Ребята, я здесь не включила, премия еще 1500 долларов за старшего директора. Это когда вы директор и у вас там товарооборот 7500 баллов. Вот, а три директора у вас, три структуры директорские, вы уже старший золотой директор, премия 3000 рублей, четыре, ой, 3000 долларов, четыре директорские структуры, соответственно, четыре, да, шесть директоров. Шесть, вот, то есть шесть директоров – это бриллиантовый директор, да, и вот суммарно, когда вы доходите до бриллиантового директора, вы суммарно только премий получаете 17500 долларов. Ребята, ну и, соответственно, так, вот у меня тут сместился немного. Ну и, соответственно, дальше, да, 8 директоров, 10 директоров, 12, 15 и так далее, и так далее. Вот это данные, которые нам сообщили на мегафоруме, что за прошлый год только единовременных премий было выплачено компании 990 тысяч долларов. Порядка миллиона долларов было выплачено на премии единовременной. Представляете? Ну вот, план успеха, да, здесь все эти премии указаны, можете ознакомиться, общая сумма этих премий составляет 2 миллиона 167 тысяч 500 долларов. Можете посчитать. То есть максимальная премия – это 1 миллион долларов. Следующий вид дохода – это конференции и банкеты, а также автопрограмма. Да, ребят, это можно вывести в отдельный вид дохода, потому что, ну, кто планировал поездки за границу, да, самостоятельный какой-то отдых, то понимаете, в какую сумму он в это, да, вылетает. А здесь вам это предоставляется бесплатно. Значит, банкет директоров. Это проходит гостиный двор, ВДНХ, Олимпийский, где вас кормят, поят, выступают звезды, вы ни за что не платите, единственное, только подбираете наряд. Менеджерские конференции. Компания Reflame – это единственная из сетевых компаний, которая отправляет за границу с уровня менеджер, уже с уровня менеджер, не директоров. Да, то есть это были, какие были страны – Египет, Сочи, Болгария, Хорватия, и в мае следующего года это будет Турция. VIP-отель, SPA, все включено, ультра все включено, то есть там пребывание одного человека в сутки порядка 40 тысяч рублей обходится в компанию. Вы же туда летите бесплатно. Следующие конференции – это золотая конференция, которая проходит обычно в августе-сентябре. То есть здесь, когда вы закрываете звание золотого директора, все, вы уже попадаете на золотую конференцию. Какие страны были? Кипр, Лайнер, Мадрид в этом году был, в следующем году будет Пальма-де-Майорка, Испания. Бриллиантовые конференции, как правило, они проходят зимой, в январе. То есть это, когда вы становитесь бриллиантовым директором, помимо золотой менеджерской конференции, вы еще попадаете на бриллиантовую. Здесь уже такие идут экзотические страны, не Европа. В прошлом году это было Майами, в этом году это было Токио, в следующем году это будет Сидней, в 20-м году это будет Лос-Анджелес. То есть это тоже, соответственно, чем выше звание вашей по карьерной лестнице, тем круче конференции, тем круче страны, тем круче программы, тем больше денег уходит, компания платит вам, выделяет на данные конференции. Четвертый, да, это исполнительная конференция. Она проходит на неделю раньше бриллиантовой, да, и в тех же странах, где проходит и бриллиантовая, просто в других городах. Например, бриллиантовая была в Токио, исполнительная была еще и в Киото. Если бриллиантовая будет в Лос-Анджелесе, то исполнительная будет еще и в Сан-Франциско. Ну и, соответственно, приглашение в Стокгольм и выделился партнерам, которые, например, побивают там рекорды по продаже wellness, либо на wage, да, либо какие-то выигрыши. Ну, в общем, за хорошую работу руководство компании приглашает выдающихся партнеров, на, так скажем, посетить столицу Швеции, да, и, соответственно, родину wellness и Гелесу. Ну и автопрограмма, да. Я бы даже, может, наверное, выделила это в отдельный еще вид дохода. Здесь есть четыре, в компании есть четыре автопрограммы. Первая – это автомобиль на уровне директора. Когда компания предлагает автомобиль первый, Skoda Rapid, здесь как идет? Здесь компания, ну, примерно посчитала, там, да, ценовой сегмент 700-800 тысяч рублей, рублей компания готова финансировать при обыкновении автомобиля, да. То есть вы можете выбрать какой-то другой. Ну, примерно получается, что компания выплачивает при выполнении всех условий, выплачивает порядка 14 тысяч рублей в месяц, да, на то, чтобы оплачивать этот автомобиль. Если вы хотите какой-то другой, пожалуйста, добавляйте сумму и сами там выплачивайте. Если вам не нужен автомобиль, вам просто компания платит эти деньги. То есть вы не на погашение, не на оплату этой машины, да, идет, а именно она выплачивает вам как в денежном эквиваленте. Второй уровень – это авто на бриллианте, да. Когда вы закрываете бриллиантовое, звание бриллиантового директора, то здесь вам предоставляется, предлагается автомобиль стоимостью 2150 тысяч рублей. То есть здесь уже идет лизинговая программа на три года. То есть вам дается автомобиль, вы ездите, компания за него оплачивает три года, после чего он переходит в вашу стоимость, в вашу собственность. То есть, соответственно, при соблюдении условий. То есть вы в звании бриллиантового директора, и вы не падаете, да. То есть вот, пожалуйста. Следующий уже автомобиль на звании исполнительный директор. То есть, соответственно, там тоже уже автомобиль премиум-класса, крутые, там еще больше стоимостью, по-моему, 5 миллионов финансируют, да, приобретение автомобиля тоже полезен. И автомобиль на уровне президента. Вот в президентской, да, в это, в звании, там уже идет именно подарок. То есть не лизинг, да, именно идет уже подарок. Ну и, конечно, розыгрыш автомобиля. Вот сейчас бомбический розыгрыш, да, состоялся буквально вчера. Да, определились два победителя. Ауди А3 – это тоже часть маркетинг-плана, да. Это тоже, так скажем, доход, да, человека. Теперь давайте немножко математики, чтобы вы понимали, чтобы было понимание, да, зачем компании это проводить. Зачем компании, там, дарить машины, куда-то там вывозить партнеров. Откуда у нее вообще такие деньги? Ребят, смотрите, давайте разберем бриллианта. Допустим, директорская структура приносит товарооборот компании порядка 250 тысяч рублей. Да? Каталог. Давайте посчитаем, бриллиантовый директор – это 10 директорских структур. Ну, возьмем вообще прям по минимуму, да, такие. Ой, 6 структур. То есть, смотрите, получается, что 6 структур дают каталог, приносят организации товарооборот в полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей в каталог бриллиантовый директор дает товарооборот компании. Соответственно, посчитаем 17 каталогов в год. Сколько в год бриллиантовый директор такой, ну, вот прям самый минимальный, приносит товарооборот компании. 17 на полтора миллиона, ну, выходит, сколько там, 25. 25 миллионов в год дает бриллиантовый директор товарооборот компании. Теперь, ребят, может компания с этих денег выделить 2 миллиона 150 тысяч на приобретение машины этому партнеру. Ну, и там выделить 500, там, 600 тысяч на поездку за границу в год на конференцию. Чтобы, ну, он, у него были силы, чтобы он дальше. Да, конечно, он 25 миллионов в год приносит товарооборот компании. То есть у компании есть деньги на все это. Ребят, это все здесь есть, поэтому я думаю, на этом все. Да, да, ребят, у меня на этом все. Да, конечно, легко. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Лучше, наверное, уже мне задавать вопросы в соцсетях, потому что времени немножко я подзатянула. Ребят, ну все, я заканчиваю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok